Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, на дистанции, дистанция у меня полторы тысячи метров, три тысячи метров. Вот так. Дистанции я начинал самые разные. Короткие у меня не получались, а в школьные годы у меня почему-то тренер не ставил на дистанциях, хотя я очень хотел. Я никогда не устаю, поэтому мне чем дальше, тем лучше. Сейчас я бегаю трешку, пятерку, но хочу бегать полумарафонный марафон. Я бегаю с 50-700 и полторы тысячи метров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас я бегаю 400 и 800 метров. Мне очень сильно нравится дистанция полторы тысячи метров, но специализируюсь я на три тысячи метров с препятствиями. Это стиплечес. Я бегаю пятерки, десятки полумарафон. Бегала с 7-марафон, но мне не дышат немножко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бегаем полторы тысячи и выше, но самая большая нравится, это полтора километра и три тысячи метров. Мы также участвовали по лунафону, 20 километров лежать. Я очень понравился. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я занимаюсь спортом, потому что это занятие помогает жить и действительно дает здоровье, без которого в современном мире тяжело прожить и существовать. Легкой атлетикой я начал заниматься очень давно, потому что в моей школе не было другой секции. В какой-то момент я захотел заниматься футболом, хоккеем, но было уже поздно. Я подумал, почему бы не заниматься легкой атлетикой и не достичь каких-нибудь высот в этом виде спорта. Я начал заниматься легкой атлетикой не так давно. Если бы в одиннадцатом классе меня спросили, стал бы ты заниматься легкой атлетикой, я бы, наверное, ответил бы нет. Ну, как бы это было бы совсем далеко от меня. Ну, а здесь я поступил в педагогический университет, встретился с тренером. И как бы это все затянуло меня таким образом, то, что я сейчас даже не представляю свою жизнь как бы больше без легкой атлетики. Это уже стало частью моей жизни, и я просто не представляю, что бы я делал без этого, допустим. У меня такой достаточно активный ритм жизни, то есть и работа, и тренировки, и еще научиться успевать каким-то образом. Но, тем не менее, может, благодаря именно легкой атлетике я умудряю все это воспринимать и сочетать свою жизнь. Я начал заниматься давно, в шестом классе, родители меня привели заниматься в секции, и я, в принципе, не совсем понимал, что такое легкая атлетика. Но я прошел в большую спортивную школу, освоил длинные дистанции, короткие и технические виды, определился на своих видах. Прошел, ну, сейчас на данный момент у меня уже третий тренер, но я не видел этот спорт. В детстве я очень сильно хотела бегать. Выступив на соревнованиях в прошлой школе, меня позвали заниматься легкой атлетикой. Я была очень рада, что моя мечта сбылась. Вот с тех пор я бегаю. Ну, мне нравилось выступать на соревнованиях. Ну, вот сейчас я бегаю. Но это также отличный способ держать себя в форме. Спорт тренирует силу воли, характер. Благодаря спорту я поняла, что могу ставить реальные цели перед собой. Которые могу достигнуть в дальнейшем. То есть могу трезво оценивать ситуацию. Тренирую режим. Режим питания, режим дня, вообще режим сна. То есть спорт меня закаляет, тренирует в плане жизненного. Я уже могу трезво оценивать ситуации различные в жизни. Могу спокойно и твердо ставить цели. Вот смешного, анекдотичного. Помню, когда у меня на сборах девочка заболела очень сильно. Ночью подняли тренеров. Ну, то есть девочки плохо пришли, включили свет. Все спортсмены поднялись. Аллочка спит. Шумели, наверное, часа два. Свет горит, шум, гам. Не проснулось. Да, крепкий-крепкий и здоровый сон у человека. Утром просыпается и говорит. Девочки, мне сегодня такой сон приснился. Как будто ночью пришел Николай Борисович в комнату, включил свет и начал шуметь. Спать нам мешал. То есть она решила, что у нее это был сон. Не проснулась. Ну, бег мне доставляет удовольствие. И мне нравится часто на соревнованиях. Так же спорт прорабатывает уверенность в себе. Так. Солен в поле. Представляете, давай сидишь. Скажите, пожалуйста, имя, имя, общество. Михаухаев Николай Борисович. Ну, значит, в спорте, в первую очередь, я так считаю, что это все-таки воспитание молодежи. То есть я, как бы, главное предназначение вижу, если в широком спектре смотреть, не в том, что человек завоюет какую-то медаль на России или на Олимпийских играх, а в том, что мы, как бы, забираем людей с улицы. То есть должна быть какая-то альтернатива. Либо человек идет заниматься плохими делами. Курит, пьет, наркотики. Либо мы его от этого огородим, создав ему условия заниматься чем-то. То есть чем больше людей мы приведем в добрые дела, тем лучше. А дальше уже, соответственно, из большой массы тех, кто придет, будут вырастать, соответственно, какие-то звездочки, которые будут хорошие результаты показывать. В легкой атлетике, что более всего, наверное, альстит. Бег – это природно заложенное качество человека. То есть так же, как плавание, что исторически человек древний плавал, бегал, стрелял, металл камни. То есть это наша, как бы, заложенная в нас природой. И это напрямую связано с нашим здоровьем. То есть тренируя бегунов, мы не просто делаем результаты, мы еще и занимаемся укреплением здоровья людей. Чтобы они были более сильные, более выносливые. Чтобы сердце лучше работало, дышал человек лучше. То есть, наверное, вот эти козыри. Ну, плюс, естественно, соревновательная деятельность. В принципе, стихия. Нравится. То, что люди борются, то, что они должны к чему-то стремиться, то, что это движение вверх человека, к которому надо идти. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. И я хотел бы сказать большое спасибо первому тренеру, прибыл бы у Алексея Сандровича, за то, что он позвал нас в спорт, в легкую атлетику и дал уверенность в себе развиваться. Также большое спасибо Николаю Борисовичу, за то, что он дал возможность заниматься именно в профессиональном спорте. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok